Роберт Шекли. Второй рай. В ожидании своего часа космическая станция вращалась вокруг планеты. Строго говоря, разум у нее отсутствовал, ввиду его полной ненадобности. Однако она все же обладала некоторым сознанием и определенными свойствами и реакциями. Предназначение этой хитроумной машины было запечатлено в металлеконструкции и электронных схемах. А может, в машине даже сохранялись какие-то эмоции, заложенные ее создателем. Дикие надежды, страхи и безумная гонка, ограниченная временем. Но надежды оказались напрасными, поскольку гонка была проиграна, и теперь огромная конструкция облетала поверхность планеты, оставшись незавершенной, а ныне и вовсе бесполезная. И все-таки она обладала некоторым сознанием и определенными свойствами и реакциями. Она была хитроумна и знала, что ей необходимо. А потому машина обследовала окружающее пространство в поисках отсутствующих компонентов. В созвездии Валопаса пилот вывел корабль к небольшому вишнево-красному солнцу и, совершив разворот, увидел, что одна из планет этой системы имеет редко встречающийся прекрасный зелено-голубой цвет, как у Земли. «Погляди на нее!» Дрожащим от волнения голосом воскликнул Флеминг, отворачиваясь от пульта управления. «Планета земного типа! Земного! Правда, Говард? Мы на ней разбогатеем!» Низкорослый и лысый Говард с брюшком, формой и размерами напоминавшим арбуз, неторопливо выбрался из корабельного камбуза, жуя на ходу авокадо. А он был сердит, ведь его оторвали от важнейшего дела – приготовления обеда. Говард считал приготовление пищи искусством, и если бы он не был бизнесменом, то стал бы шеф-поваром. Они с Флемингом прекрасно питались во всех полетах, поскольку Говард имел особый подход к жареным цыплятам, готовил жаркое Говарда под соусом Говарда и особенно отличался в умении подавать салат Говарда. «Она может быть земного типа!» – заметил он, спокойно посмотрев на зелено-голубую планету. «Не может, а именно земного!» – уверенно заявил юный Флеминг, обладающий энтузиазмом намного большим, чем позволительно иметь человеку в космосе. Несмотря на его худобу, ничуть не исчезавшую вопреки стараниям Говарда и в беспорядке спадающие на лоб рыжие волосы, Говард терпимо относился к нему, и не только потому, что Флеминг имел особый подход к кораблям и двигателям. Главное, он имел деловую хватку. А деловая хватка в космосе являлась наиважнейшей необходимостью, где оценивалась вкругленькую сумму, порой только за то, что корабль взлетел. «Лишь бы она не была обитаема!» – молил Флеминг, проявляя тем самым свой энтузиазм и деловой подход. «Тогда она будет целиком наша!» «Наша! Говард! Планета земного типа! О, Господи! Да только одну недвижимость эту можно продать за целое состояние! Не говоря уж о правах на разработку полезных ископаемых, на дозаправку звездолетов и всех прочих!» Говард проглотил последний кусок авокадо. Молодому Флемингу предстоит еще многому научиться. Поиск и продажа планет – абсолютно такое же дело, как выращивание и продажа апельсинов. Ну, не совсем, конечно, такое же. Апельсины не опасны, а планеты порой – да, и апельсины не приносят огромных доходов, тогда как с хорошей планеты можно сорвать большой куш. «Сядем на нашу планету прямо сейчас!» – нетерпеливо спросил Флеминг. «Обязательно!» – согласился Говард. «Только вон та космическая станция прямо по курсу. Почему-то наводит меня на мысль, что местные обитатели могут считать ее своей планетой!» Флеминг присмотрелся. «И верно! Прежде скрытая диском планеты в поле видимости выплыла космическая станция!» – выругался Флеминг. Его вытянутое, веснущатое лицо скривилось в недовольной гримасе. «Значит, она населена! Слушай, а может мы…» Он не закончил фразу и выразительно посмотрел на пульт управления боезарядами. «Хм!» По внешнему виду станции Говард приблизительно оценил уровень технологии ее создания, потом глянул на планету и, с сожалением, покачал головой. «Нет, не выйдет!» «Ладно!» – произнес Флеминг. «По крайней мере, у нас первые права на торговлю!» Он снова выглянул в иллюминатор и схватил Говарда за руку. «Посмотри-ка на станцию!» На серой металлической сфере одна за другой замигали яркие вспышки. «Что, по-твоему, это означает?» – спросил Флеминг. «Понятия не имею!» – отозвался Говард. «И вряд ли мы с тобой это узнаем! С таким же успехом ты можешь прямо садиться на планету, если никто, конечно, не попытается тебя остановить!» Флеминг кивнул и переключил пульт управления в ручной режим. В течение нескольких секунд Говард с интересом наблюдал за ним. На панели управления располагалось множество шкал, переключателей и измерителей, сделанных из металла, пластика и кварца. А по другую сторону пульта находился Флеминг из плоти, крови и костей. Казалось невозможным, что между ними может существовать какое-то родство, за исключением, может, самого поверхностного и незначительного. Однако Флеминг как бы слился с пультом управления в единое целое. Его глаза сканировали шкалы с механической точностью. Пальцы стали продолжением переключателей. И казалось, что металл под его руками делается податливым и подчиняется любому его желанию. Кварцевые шкалы мерцали красным светом. И глаза Флеминга тоже приобрели красноватый оттенок. Причем явно не совсем за счет отражения света шкал. Как только корабль вышел на спираль тормозной орбиты, Говард уютно расположился на камбузе. Он прикинул расходы на питание и топливо. Плюс амортизационный износ корабля. Затем для надежности увеличил полученный результат на треть И занес итоговую сумму в приходно-расходную книгу. Мало ли что. А вдруг в дальнейшем пригодится для расчета подоходного налога. Они совершили посадку на окраине города И стали поджидать местных представителей таможенной службы. Никто не приходил. Они провели стандартный набор анализов проб воздуха на химический состав И содержание микроорганизмов. И продолжали ждать. Но и тогда никто не появился. Прождав полдня, Флеминг раздраил люк, И они с Говардом отправились в город. Первые скелеты, валяющиеся на разбитой бетонной дороге, Привели их в замешательство. Это выглядело так неопрятно. Какой же цивилизованный народ оставляет скелеты на дорогах? Почему их никто не убрал? Однако, население города состояло из одних скелетов, Заполнивших разрушенные театры, Валяющиеся в переходах пыльных магазинов, Разбросанных вдоль изрешеченных пулями улиц. «Должно быть, шла война!» Заметил Флеминг весело. В центре города напарники обнаружили смотровой плац, Где прямо на траве лежали скелеты в форме. Трибуны были завалены скелетами чиновников, Офицеров, жен и родителей. А за трибунами лежали скелеты детей, Пробравшихся поглазеть на зрелище. «Точно, война!» Кивнув, заявил Флеминг. «Эти проиграли!» «Очевидно!» – согласился Говард. «А кто выиграл?» «Что? Где же победители?» В этот момент над их головами пролетела космическая станция, Отбросив тень на безмолвные шеренги скелетов. Оба человека с тревогой проводили ее взглядом. «Полагаешь, погибли все?» С надеждой спросил Флеминг. «Думаю, нам и следует это выяснить!» Они направились к своему кораблю, Явно в приподнятом настроении. Флеминг начал насвистывать И ногами отпихивать с дороги кучки костей. «Мы нашли клад!» Улыбаясь, Говарду проговорил он. «Пока еще нет», – поосторожничал тот. «Еще могут остаться уцелевшие». Но, перехватив взгляд Флеминга, тоже улыбнулся. «Вот уж, воистину удачная поездка!» Облет планеты не занял много времени. Зелено-голубой шар оказался разрушенной могилой. На каждом континенте небольшие города населяли десятки тысяч костей их прежних обитателей. Каждый крупный город – миллионы. Горы и равнины были усеяны скелетами. Скелеты везде – и в озерах, и в лесах, и в джунглях. «Какой беспорядок!» Завершая облет планеты, заметил Флеминг. «Как считаешь, сколько же их здесь было?» «Примерно девять миллиардов плюс-минус миллиард». «И что же, по-твоему, произошло?» Говард невесело улыбнулся. «Существует три классических способа массового самоуничтожения. Первый – заражение атмосферы ядовитыми газами. Второй – близкий к первому. Радиоактивное заражение. Вдобавок, уничтожающее и растительную жизнь. И, наконец, лабораторные штаммы бактерий, созданные исключительно с целью массового поражения. Если они выйдут из-под контроля, то могут уничтожить всех на планете». «Считаешь, здесь произошло именно последнее?» С живым интересом спросил Флеминг. «Да», – подтвердил Говард и, потерев рукой яблоко, откусил от него здоровый кусок. «Я, конечно, не потолок, но отметины на костях бактерии!» Флеминг невольно закашлялся. «А ты не думаешь?» «Ты бы уже умер, если бы они до сих пор проявляли активность. Судя по эрозии костей, это случилось несколько столетий назад. Бактерии тоже погибли. На счастье человеку, выступающему для них в качестве носителя». Флеминг выразительно тряхнул головой. «Прямо как по заказу. Жаль, конечно, людей. Военные там судьбы и все такое прочее. Но планета действительно наша!» Он окинул взглядом простирающиеся под ними зеленые поля. «Как мы ее назовем?» «Говард!» Говард посмотрел на поля и дикие заросшие пастбища, окаймляющие бетонные дороги. «Мы можем назвать ее Второй Рай!» – предложил он. «Для фермеров она станет настоящей небесной благодатью!» «Второй Рай! Здорово!» – согласился Флеминг. «Считаю, нам следует нанять бригаду для уборки скелетов, а то уж больно странно все это выглядит!» «Мы наймем ее после!» Над ними снова пролетела космическая станция. «Огни!» – воскликнул вдруг Говард. «Огни!» Флеминг уставился на удаляющуюся сферу. «Когда мы подлетели, помнишь? Вспышки света!» «Верно!» – припомнил Флеминг. «Ты полагаешь, на станции кто-то есть?» «Мы должны это выяснить немедленно!» Мрачно произнес Говард и откусил от яблока еще раз, когда Флеминг развернул корабль. Подлетев к космической станции, первое, что они увидели, был другой космический корабль, прицепившийся к полированной металлической поверхности сферы, как паук к паутине. Один из люков оказался приоткрытым. Одетые в скафандры и шлемы, напарники остановились у приоткрытого люка. Промерив рукой вход, Флеминг распахнул люк настежь. Оба с любопытством направили лучи своих фонариков внутрь, пригляделись и резко отпрянули. Однако Говард почти сразу подошел снова, а Флеминг полез внутрь чужого корабля. Там находилось человеческое тело, наполовину выпавшее из кресла пилота и навечно застывшее в таком неустойчивом положении. На лице пилота оставалось достаточно плоти, запечатлевшей выражение предсмертной агонии. Однако все лицо было испечрено следами какой-то болезни, проевшей кожу до костей. На корме корабля громоздились штабеля деревянных ящиков. Флеминг оторвал крышку одного из них и направил внутрь луч фонарика. — Продукты, — заключил Говард. — Должно быть, пытался спрятаться на станции, — предположил Флеминг. — Похоже на то. Однако ему не удалось. Они покидали корабль с чувством отвращения. Скелеты не производили такого впечатления. Они существовали самостоятельно, замкнутыми друг на друга. Но этот труп представлял собой слишком выразительную смерть. — Так кто же зажег огни? — поинтересовался Флеминг, снова оказавшись на поверхности станции. — А может, они работают в автоматическом режиме? — с сомнением предположил Говард. — Тогда не обязательно, что там кто-то уцелел. Они прошлись по поверхности станции и обнаружили вход. — Зайдем? — предложил Флеминг. — К чему лишние хлопоты? — быстро возразил Говард. — Раса мертва, и мы вполне можем вернуться на Землю и подать заявку на планету. — Если выжил хотя бы один, — напомнил Флеминг, — то по закону планета принадлежит ему. — Говард нехотя кивнул. — Было бы слишком неприятно проделать дорогостоящее путешествие до Земли, вернуться с подготовительной бригадой и обнаружить, что некто устроил себе на космической станции уютное жилище. Вот если бы уцелевшие притаились на планете, тогда по закону заявка оставалась бы действительной. Но человек на космической станции, которую они поленились осмотреть, полагаю, мы просто обязаны войти. Заявил Говард и распахнул люк. Внутри царила кромешная темнота. Говард навел свой фонарик на Флеминга. В желтом свете луча лицо напарника было полностью лишено теней и напоминало слепок примитивной маски. Говард зажмурился, напуганный увиденным, ибо в тот момент в лице Флеминга отсутствовали признаки индивидуальности. — Воздух годен для дыхания, — сообщил Флеминг, мгновенно обретая пропавшую было индивидуальность. Говард откинул шлем на спину и посветил фонариком вверх. Ему показалось, что массивные стальные стены давят на него. Он пошарил в кармане, отыскал редиску и для поддержания духа отправил ее в рот. Напарники двинулись дальше. В течение получаса они продвигались вдоль узкого извилистого коридора, рассекая лучами фонарика в тьму впереди. Металлический пол, поначалу казавшийся таким прочным, начал скрипеть и стонать от скрытых напряжений, что довело Говарда до белого коленя и нисколько не трогало Флеминга, судя по его виду. — Скорее всего, это бомбометательная станция, — предположил спустя какое-то время Флеминг. — Я тоже так считаю. — Тонны металла? — пнув одну из стен, заявил Флеминг. — Наверное, придется продать его на металлолом, если, конечно, не удастся сохранить что-либо из оборудования. — Цена металлолома? — начал Говард, но в это мгновение под Флемингом открылся люк. Флеминг провалился так быстро, что даже не успел вскрикнуть. Крышка люка встала на место. Говард отшатнулся, словно от удара. Луч фонарика на миг вспыхнул и погас. Взмахнув руками, Говард замер, не успевая привести в порядок бешеную скачку мыслей. Волна шока медленно отступила, оставив Говарду тупую тяжесть в голове. — Сейчас не особенно высока! — закончил он лишенную смысла фразу. Все еще не веря тому, что случилось. Приблизившись к люку, он позвал. — Флеминг! — Никакого ответа. По телу Говарда пробежали мурашки. Из всей мочи он заорал. — Флеминг! Потом выпрямился. Голова болезненно гудела. Говард глубоко вздохнул, развернулся и направился к выходу, стараясь ни о чем не думать. Однако выхода не оказалось. Оплавленные края захлопнувшегося люка еще хранили тепло. Говард с большим интересом исследовал его, щупая, толкая и пиная. Однако после безрезультатных попыток вскоре ощутил давившую на него тьму. Говарда охватило смятение. На лице выступили капельки пота. — Кто здесь? — крикнул он в глубину темного коридора. — Флеминг! Ты меня слышишь? Никакого ответа. И тогда Говард завопил. — Кто это сделал? Зачем на станции загорались огни? Что вы сделали с Флемингом? Помолчал несколько секунд, прислушиваясь и всхлипнул. — Откройте! Я уйду и никому не скажу! Еще немного подождал, направив луч фонарика в коридор, стараясь угадать, что скрывается во тьме. И, наконец, крикнул. — Почему вы не открыли пол подо мной? И, тяжело дыша, улегся у стены. Однако люк не открылся. — Может, — подумал он, — люк открывается не автоматически? Эта мысль прибавила ему храбрости. Он сурово сказал себе, что здесь должен быть другой выход. И снова пошел по коридору. Спустя час он все еще шел, освещая себе путь фонариком и оставляя за спиной давящую тьму. Он полностью взял себя в руки, и даже головная боль утихла. Говард опять обрел способность рассуждать. Огни могли зажигаться автоматически. Люк тоже, возможно, автоматизирован. А самозадраивающийся вход мог быть простой мерой предосторожности в военное время, чтобы на станцию не проник ни один вражеский агент. Говард сознавал, что подобные рассуждения не слишком удачны, но лучшего придумать просто не сумел. Ситуация была просто необъяснима. Труп в корабле. Мертвая планета. Между ними есть какая-то связь, но какая? «Говард!» Окликнул его чей-то голос. Он импульсивно отпрыгнул назад, словно случайно коснулся головой провода под высоким напряжением. Головная боль мгновенно возобновилась с новой силой. «Это я!» — сказал голос. «Флеминг!» Говард суматошно светил во все стороны. «Где? Где ты?» «Примерно в футах в двухстах ниже, чем ты!» «Насколько могу это определить?» — сказал Флеминг. Его голос хрипло разносился по коридору. «Система передачи звука не очень хороша, но это самое лучшее, чего мне удалось добиться!» Ноги отказывались держать Говарда, и он опустился на пол, испытывая огромное облегчение. Было что-то нормальное в том, что Флеминг находился двумя стами футами ниже, и что-то очень человеческое и понятное в несовершенстве звукопередачи. «Я могу тебя вытащить! Как тебе помочь?» «Никак!» — отозвался Флеминг. Его слова сопровождались треском разрядов статического электричества, которое Говард принял за довольное хихиканье. «Похоже, у меня осталось не так уж много тела». «И где же твое тело?» Серьезно поинтересовался Говард. «Пропало!» «Разбилось при падении. Но от меня осталось достаточно, чтобы включить электронную схему». «Понимаю!» — произнес Говард, ощутив необыкновенное просветление в мыслях. «Теперь ты просто мозг, чистый разум!» «Ну, не совсем. Чуть побольше!» — возразил Флеминг. «Меня как раз столько, сколько требуется машине!» Говард нервно хихикнул, представив себе серый мозг Флеминга, плавающий в емкости с прозрачной жидкостью. Выкинув из головы этот бред, он спросил. «Машине? Какой машине?» «Космической станции. Думаю, это самая сложная машина из когда-либо созданных». «Но для чего?» «Надеюсь, вскоре выяснить», — сказал Флеминг. «Теперь я ее часть. Или, возможно, она часть меня. Так или иначе, но я ей необходим, потому что она недостаточно разумна, а я ее подпитываю». «Ты? Но ведь машина не могла знать, что ты вдруг здесь объявишься!» «Я не имею в виду конкретно себя. Человек извне, ну, тот, что на корабле, был, вероятно, истинным оператором. А теперь им стал я. Мы завершили план конструкторов». Говард с усилием заставил себя успокоиться. Мысли путались, и теперь его интересовало лишь одно. «Как постараться убраться со станции и вернуться на корабль?» «А уж после он посотрудничает и с Флемингом. Но новый, непредсказуемый Флеминг!» «Говорил-то он вполне по-человечески, но вот остался ли человеком!» «Флеминг!» — решил попробовать Говард. «Да, старик!» «Это обнадеживало!» «А ты сможешь вывезти меня отсюда?» «Думаю, да!» — сказал голос Флеминга. «Постараюсь!» «Я вернусь сюда с нейрохирургами!» — заверил его Говард. «Тебя приведут в порядок!» «Не беспокойся за меня!» — ответил Флеминг. «Я и сейчас в порядке!» Говард потерял счет времени. Один узкий коридор переходил в другой и растворялся в следующем коридоре. У Говарда от усталости подгибались ноги. Правда, пока он шел, он ел. В рюкзаке он запас себе бутербродов и теперь машинально жевал их для поддержания сил. «Флеминг!» — наконец останавливаясь передохнуть, позвал он. После долгой паузы он услышал едва узнаваемый звук, напоминающий скрежет металла о металл. «Сколько еще ждать?» «Недолго!» — произнес искаженный металлический голос. «Устал?» «Да!» «Сделаю, что смогу!» Голос Флеминга пугал, но тишина пугала еще сильнее. Сколько Говард не прислушивался, он слышал лишь гул двигателей, доносящиеся из глубины станции. «Флеминг!» «Да!» «Что все это значит? Это бомбометательная станция?» «Пока еще не понял истинного назначения машины. Я еще не до конца слился с ней в единое целое!» «Но у нее есть назначение!» «Да!» Металлический голос поскрипел так громко, что Говард вздрогнул. «Я владею прекраснейшим функциональным аппаратом соединений. В температурном режиме лишь я способен колебаться в пределах сотен градусов в микросекунду. Не говоря уж о запасах химически смешивающихся веществ, источниках энергии и всем прочем. «Я владеваю своим назначением!» Ответ Говарду не понравился. Он прозвучал так, будто Флеминг идентифицировал себя с машиной, соединив свою личность с космической станцией. Говард с усилием спросил «Тебе разве неизвестна ее цель?» «Отсутствует жизненно важный компонент!» После паузы ответил Флеминг. «Необходима матрица!» «И кроме того, я еще не полностью овладел контролем!» К жизни начали пробуждаться дополнительные силовые установки, и стены с гудением завибрировали. Говард почувствовал, как под ним дребезжит пол. Казалось, станция пробуждается, напрягается, собирает воедино весь свой разум. Говард чувствовал себя человеком, попавшим в брюхо морского чудища. Говард ходил еще несколько часов, оставляя за собой яблочные огрызки, апельсиновую кожуру, кусочки жира, пустые упаковочные коробки и обрывки оберточного пергамента. Теперь он жевал не переставая, ощущая постоянный назойливый голод. Пока он ел, чувствовал себя в безопасности, ибо еда являлась принадлежностью родного космического корабля, Земли, в конце концов. Внезапно переборка перед ним отъехала в сторону. Говард отодвинулся. «Входи!» – сказал голос, который он попытался идентифицировать с голосом Флеминга. «Зачем? Что это?» Говард посветил фонариком в открывшийся проем и увидел непрерывно движущуюся ленту пола, исчезающую во тьме. «Ты устал!» – произнес Флемингоподобный голос. «Этот путь быстрее!» Говард хотел бежать, но было некуда. «Придется довериться Флемингу и храбро встретить темноту по ту сторону луча от фонарика. Входи!» Говард покорно вошел и уселся на движущуюся ленту пола. Впереди была видна лишь тьма. Тогда он лег. «Ты не знаешь, для чего нужна станция!» Поинтересовался он у темноты. «Уже скоро!» – ответил голос. «Как бы не хотелось обмануть их ожиданий!» Говард не посмел спросить, чьих ожиданий не хотел обмануть Флеминг. Он закрыл глаза и позволил темноте поглотить себя. Поездка длилась долго. Сжав в руке фонарик, Говард направил его вверх, и луч света отразился от полированного металлического потолка. Говард машинально жевал бисквит, не чувствуя вкуса и едва сознавая, что во рту. Ему казалось, что машина говорит, но на языке, который он не способен понять. Он слышал протестующий скрежет движущихся частей, трущихся друг о друга. Затем откуда-то прыснула струйка жидкой смазки, и умиротворенные детали притихли. Движение стало мягче. Двигатели запищали и запротестовали. Поколебались немного, чихнули и ровно загудели, с удовольствием возвращаясь к жизни. То и дело, сквозь другие звуки прорывалось клацанье электронных цепей, перенастраивающихся и приводящих себя в порядок. Но что все это означает? Лежащий на спине с закрытыми глазами, Говард не имел ни малейшего представления об этом. Единственным соприкосновением с реальностью был для него бисквит. Но как только тот будет прожеван и проглочен, останется лишь один кошмар. Говард видел марширующие по планете скелеты. Миллиарды безмолвных шеренг строем проходили через опустевшие города, почерневшие поля и уходили в космос. Они прошагали мимо мертвого пилота в маленьком корабле, и труп проводил их завистливым взглядом. «Позвольте мне присоединиться к вам», — умолял он. Но скелеты, с сожалению, качали черепами. Пилот не освободился от бремени плоти. «А когда плоть отстанет?» «Когда он освободится от этого бремени», — упрашивал труп. Но скелеты лишь качали черепами. «Когда же?» «Когда машина будет готова. Когда определит свое назначение. Тогда миллиарды скелетов получат освобождение, а труп избавится от своей плоти». Обезображенными губами труп умолял их взять его сейчас. Но скелеты осознавали лишь его плоть. А плоть не могла оставить груды ящиков с продуктами на корабле. Печальные скелеты промаршировали мимо, а пилот остался ждать, пока не исчезнет его плоть. «Да!» Говард мгновенно очнулся и осмотрелся. Ни скелетов, ни трупа. Вокруг лишь одни стальные стены машины. Он засунул руку в карман, но все съестное было уже съедено. Пальцы нащупали какие-то крошки, и Говард положил их на язык. «Да!» Он слышит голос. «Что это?» Спросил он. «Я знаю!» Торжественно объявил голос. «Знаешь? Что?» «Своё предназначение!» Говард вскочил, размахивая во все стороны фонариком. Отзвук металлического голоса эхом отдавался вокруг него, и Говарда переполнил необъяснимый страх. Вдруг оказалось ужасным, что машина узнала своё назначение. «Так каково же оно?» Очень тихо спросил он. В ответ вспыхнули ослепительные огни, мгновенно поглотив слабый свет фонарика. Говард зажмурился, отступил на шаг, едва при этом не упав. Движущаяся лента остановилась. Говард открыл глаза и обнаружил, что находится в большом ярко освещенном помещении. Осмотревшись, он заметил, что оно полностью облицовано зеркалами. На него смотрели сотни Говардов. Он оглянулся назад и посмотрел кругом. Выхода не было. Однако отражения Говарда не вертелись во все стороны. Они стояли неподвижно. Говард поднял правую руку. Остальные никак не отреагировали. Это были не зеркала. Сотни Говардов двинулись к центру зала. Они неустойчиво держались на ногах, а в их пустых глазах не светилось ни единой капли разума. Оригинал Говарда изумленно открыл рот и направил на двойников фонарик. Фонарик грохнулся на пол. Одновременно с этим в мозгу Говарда сформировалась мысль. Так вот в чем предназначение машины. Ее создатели предвидели гибель своей расы. Поэтому они сконструировали космическую станцию. Ее цель – воспроизводство людей для восстановления населения планеты. Разумеется, она нуждалась в операторе. Но истинный оператор так и не добрался до нее. И естественная нужда в матрице. Однако прототипы Говарда явно лишены разума. Они бессмысленно кружили по залу, едва способные контролировать движение конечностей. И оригинал Говарда вдруг обнаружил, что он сам ужасно неправилен. И тут раздвинулся потолок. И сверху опустились огромные крючья. Сверкающие ножи, от которых шел пар, заскользили вниз. Раздвинулись и стены. Открыв взору гигантские колеса и шестерни, пышущие жаром печи и заиндивевшие белые поверхности. Все больше и больше Говардов шагало в зал, а огромные ножи и крючья впивались в их тела, подтаскивая братьев Говарда к раскрывшимся стенам. Ни один из них не закричал, за исключением оригинала. «Флеминг!» – завопил оригинал. «Не меня! Не меня, Флеминг!» Теперь все стало на свои места и сложилось в единое целое. И космическая станция, построенная во время, когда на планете шла война, и оператор, который добрался до машины только за тем, чтобы умереть, и который так и не сумел в нее войти, и тот запас пищи, которую он, как оператор, никогда бы не смог съесть. Конечно! Население планеты насчитывало 9 или 10 миллиардов. До этой последней войны их довел всеобщий голод, и все время создатели машины боролись со временем и болезнью, пытаясь сохранить свою расу. Но разве Флеминг не видел, что он, Говард, не та матрица? Флеминг-машина не видел, и для Говарда были созданы все необходимые и требуемые условия. Последним, что увидел Говард, было лезвие ножа, сверкнувшего над ним. А Флеминг-машина продолжал обрабатывать Говардов, резать их на ломтики, подвергать глубокой заморозке и аккуратно паковать на огромные штабеля жареных Говардов, печеных Говардов, Говардов под соусом, Говардов трехминутного приготовления, Говардов с корочкой, плова из Говарда и особенно салатов с Говардом. Пищевоспроизводящий процесс увенчался успехом. Войну можно кончать, пищи теперь хватит на всех. Пища! Пища! Еда для умирающих от голода обитателей второго рая.